Уважаемые участники конференции, посвященной каллиграфии, я должен вас поприветствовать. И в мою задачу входит очень простой вопрос. Рассказать о организации мозга человека, который здесь как раз виден, в виде слепка, при развитии письменной речи. О чем пойдет разговор? Разговор пойдет о том, что письменная речь сыграла огромную роль, как в общем и устная, в эволюции человека. Никогда еще в истории нашей планеты за столь краткий срок, в 4,5 примерно миллиона лет, не формировался такой мозг с таким прогрессом. От австралопитеков, которые только научились ходить и стали жить небольшими компактными группами, до наших современников, обладающих мозгом почти в 4 раза больше. То есть вот этот весь процесс, включая искусственный отбор, связанный с эволюцией человечества, когда мы сами являемся источником отбора и объектом отбора, и всякие другие события, которые привели к, в том числе и цивилизационному развитию, связаны с нашей речью. Действительно, речь появилась во времена австралопитеков, видимо, ее зачатки, когда, живя определенными небольшими группами, возникли проблемы, связанные с коммуникацией. Ну, конечно, не название слов, не название словами неких предметов, а совсем другое. То есть, когда мы не можем обозначить, ну, например, при охоте в воде, когда руки заняты, мы не можем обозначить направление движения, ну, известные предлоги, очень сложные. То есть, видимо, они были родоначальниками нашей речи. Но очень быстро коммуникационные условия, в которых эволюционировал наш мозг, привел к тому, что появились хабелесы, то есть человек умелый, а потом и ректусы. То есть, как по современным данным считается, где-то после выхода из Африки, 1,7 миллиона лет назад, около 2 миллионов, короче говоря, начался активный прогресс мозга современного человека. Конечно, миграции большие, и жизнь в компактных группах, она невозможна без речи. Поэтому довольно быстро мозг эволюционировал по причинам, которые хорошо известны. Это искусственный отбор и церебральный сортинг по тем способностям, которые нужны в популяции. Я это излагаю в специализированных книгах. И мы довольно быстро пришли к мозгу современного человека. Вот сунгирские находки и более поздние находки, палеолитические, показывают, что без речи там не могло идти никаких разговоров про эволюцию. Однако цель нашей сегодняшней лекции состоит в том, чтобы понять, а что лежит между речью и письмом. И как это самое письмо появилось, и благодаря чему, собственно говоря, оно так активно эволюционирует. И какова его роль сегодня. В этом отношении крайне интересно посмотреть на цитоархитектонику. То есть на те структуры головного мозга, которые перед вами стоят, которые, собственно говоря, определяют наши возможности к письменной речи. Ну, понятно, что письменная речь – это производная от сначала невербальных коммуникаций, которым были способны, естественно, все, и наши современники. Включая австралопитеков, которые здесь реконструкция у меня стоит. И кончаясь современными людьми, особенно, как вы знаете, европейцами, среди них итальянцами. Так вот, от невербальной коммуникации к вербальной, что произошло в процессе нашей эволюции в месяц увеличения мозга, и потом, собственно говоря, к нашей речи. Дело в том, что если мы посмотрим на вот данную картинку, то в основе всех наших представлений о локализации функций письма и речи, которые очень сцеплены между собой, лежат цитоархитонические исследования, начатые Бродманом. Он придумал, как нарезать мозг на гистологические срезы, как определять, искать различия между различными участками коры, и показал на травматическом материале, что конкретные области связаны с конкретными функциями. Ну, дальнейшая огромная история изучения мозга человека после травматизации двух мировых войн и повседневных катастроф дали нам возможность понять, а где, собственно говоря, локализуются те самые области, которые отвечают за речь. Тем более, что сравнивая их с приматами, мы видим, что есть у нас в головном мозге, как вот здесь хорошо видно на этом слайде, чисто человеческие области, которые характеризуют нас в лучшем отношении по сравнению с другими приматами. В чем же дело? Значит, существует целый комплекс полей, которые расположены на огромной части нашего мозга, которые функционально определяющие каллиграфические способности. Ну, в первую очередь, это так называемые поля, которые интегрируют тонкую моторику, те самые, которые располагаются вот здесь, и сейчас хорошо подписаны, видны на слайде. Вы можете посмотреть, внимательно их прочитать. Но, в первую очередь, это зрительные поля, которые позволяют воспринимать графический текст. Потом речевые поля, поскольку у нас есть такая особенность, мы проговариваем каждый раз те слова, которые пишем. Вы видели наверняка, как дети, высовывая язык, напряженно, значит, корябывают буквочки. А иногда и взрослые, которые редко и мало пишут, произносят их слух, прежде чем написать. В чем дело? Дело в том, что мы, даже когда думаем про себя, все равно произносим слова, которые отражаются в нашей мимике. Дело в том, что мы мыслим словами, и поэтому вынуждены их постоянно моторно обозначать. Поэтому, если что-то пишет ребенок, созревая в своем, так сказать, интеллектуальном развитии, он проговаривает эти слова быстрее в три раза, чем мы говорим, но, тем не менее, про себя он все равно говорит. И для этого нужно следить, значит, следить за речью. То есть, речь полностью, центр брака, который является всего лишь навсего моторно-артикуляционным центром, управляющим гортанью, он нам дает эти возможности. Поэтому мы шевелим губами, проговариваем иногда даже вслух, и внимательно следим за рукой. Именно с этим связаны специализированные поля верхней лобной области, которые вы сейчас видите. Там находится, по сути дела, центр каллиграфии, или центр письменной речи, который детерминирует наше развитие. При этом не только мы проговариваем, мы совершаем все микромоторные движения, которые нужны нам для написания того или иного текста. Даже если еще не пишем его, а только планируем. Ну вот томография головного мозга с различными вариантами нагрузки, то есть, когда вы обдумываете или действуете, показывает, что при планировании даже речевых образов, которые потом будут перенесены на бумагу, вы подключаете большое количество центров, аналогичных моторным, которые связаны с движением. Ну и даже в мозжечке существует гигантское представительство связей с областями, которые связаны с речью. То есть, это связь конкретной функции, то есть моторной, с мозжечком, в котором хранятся наши представления о моторных алгоритмах. Поэтому, когда ребенок развивает свою речь, пишет, он не только, по сути дела, обучается складывать грамотно буквы в слова, а слова в предложения. Он еще и конструирует целую систему мыслей, которую надо внятно изложить. То есть, другого способа на сегодняшний день добиться того, чтобы у нас одновременно работали моторные, ассоциативные, речевые и тонкие манипуляторные центры, невозможно. То есть, это самое человеческое занятие за всю нашу человеческую историю. То есть, таким образом, локализация центра письма, она связана с общим полем, который контролирует наше согласованное движение. При расстройствах это приводит к афазиям. То есть, это удалось выяснить благодаря травматизации. Вот что есть в нашем мозге такого действительно? Ну, центр письма, который вы сейчас видите уже на новом слайде, он занимает огромную область, и он очень изменчив. Значит, дальше лежит названный центр моторного афазии брака. То есть, тогда, когда повреждение этой области вызывает расстройство речи. Это не значит, что он полностью исчезает, потому что у нас есть второе полушарие, которое берет на себя эти функции. И все сказки о том, что у нас только с левым полушарием связана речь, они несправедливы. Дело в том, что есть люди, которые рождаются с поврежденным левым полушарием или травматизируют его и прекрасно продолжают говорить. Это не совсем так. Просто поль брака, который исследовал этот вопрос, сделал всего их на трех случаях, ну, что и вошло в учебники. Кроме этого, есть огромное еще общее поле афазии. То самое, которое интегрирует сложные движения рук, глаз и интегрирует проговаривание. То самое, например, если вы диктант проводите, то, значит, соответственно, подключаются и слуховые центры. И есть центр верники. Тот самый, который определяет наше восприятие звуков. Он очень точно организован. Он там тонно-топическая организация. То есть каждый участок мозга отличается определенной частоты. Если он повреждается, то повреждается и восприятие речи. Но намного интереснее расположенное чуть-чуть дальше, к удальней, вот сюда, центр так называемой словесной слепоты. Если это поле повреждено, или оно очень небольшое по размеру, то часто возникает словесная слепота. То есть человек видит слова, но понять их не может. То есть, как вы видите, огромное количество центров головного мозга, оно связано непосредственно с способностью излагать свои мысли с помощью авторучки. И для этого авторучка как раз и нужна. Почему? Потому что набор текстов на компьютере, он исключает из этого всего комплекса сложных взаимодействий головного мозга наш с вами тонкую моторную координацию, которая сделала нас людьми еще во времена эриктоидов. Почему? Потому что тонкая манипуляция подключает огромные области мозга, которые необходимы нам для того, чтобы использовать двигательные центры, возникшие в эволюции очень давно и занимающие колоссальный объем мозга. Ну, приведу только один пример. Маяковский сочинял свои стихи, двигаясь по городу, то есть шагая, шагистика, поэтому такой ритм своеобразный. Что он делал? Он, испытывая известный недостаток необходимых для поэтов областей мозга, он использовал двигательно-моторные центры для того, чтобы их загружать своими, так сказать, желаниями, то есть попытками сочинять стихи. И он сразу, мозг у него был огромный, 1700 грамм, и он сразу писал, так сказать, в голову, а потом просто приходил и записывал. Никаких черновиков, как черновиков, как правило, он не делал. Таким образом, мы видим, что у нас в головном мозге есть огромное представительство различных центров, интегративная деятельность которых и определяет способность к письму. Поэтому детям, взрослым нужно обязательно заниматься в той или иной степени каллиграфией. Ну уж на худой конец просто письменной речи, то есть водить рукой, а не тыкать в компьютер. Это, в общем, понятно. Хотя существуют индивидуальные особенности. Вот если вот это самое поле, которое вы видите под названием «Центр письма», маленькое, а это бывает в любых классах, в любых школах, то у ребенка возникает дисграфия. Но это действительно по МКБ-10 специализированное заболевание. И вот слайд на нем вы видите. Кроме этого, есть затруднения, нарушения приобретения навыков письма. Это легостыния, тоже известное заболевание. Или утрата способности при сохранении интеллекта писать. Аграфия. Ну и так далее. И даже есть, существует грубое письмо, когда человек пропускает буквы и прочее. Это часто может быть не обязательно какая-то патология или умственная недостаточность. Нет. Это афатическая графия, которая связана как раз с повреждением височной коры. На слайде здесь кратенько все изложено. То есть у нас существует огромная индивидуальная изменчивость вот этих самых процессов. То есть у нас мозг вариабелен. У меня есть специальная книжка, называется «Изменчивость и гениальность». Ну, еще ряд книг, такие как «Нищета мозга», «Морфология сознания», где подробно разбираю эти все вопросы. Дело в том, что индивидуальная изменчивость так велика, что у некоторых детей, например, центр письма может быть очень маленьким. И они тогда не могут писать не потому, что их мало секут родители, и не потому, что плохие учителя, а просто у них нет субстрата для того, чтобы осуществлять эти функции. Вначале я вам очень много рассказывал про разные центры в мозге, которые нужно интегрировать, которые должны быть хорошо выражены для того, чтобы обладать просто письмом. Я уж не говорю про каллиграфию. А у человека это очень изменчивые отделы мозга. И могу сказать, что разницы индивидуальные могут достигать 40 крат. В 40 раз одно поле. И под поле у одного человека может быть больше, чем у другого такое же точно поле. Это надо учитывать при воспитании детей. И в этом случае каллиграфия может им существенно помочь. Потому что те даже следовые поля, которые есть, их можно реализовать, научив детей красиво писать, но заодно научив их просто думать. Потому что письмо заставляет думать на заданную тему и излагать стройно свои мысли, чтобы написать. Вот исследователи этих вопросов, это в первую очередь Конного и Филимонова, которые вы сейчас видите, показали, что эти разницы настолько колоссальны. Здесь, с одной стороны, лобные области человека, с другой стороны, затылочные, что достигают в минимальном случае двух-трех крат. Ну, представляете, двух-трех кратное различие по мощности двигателя автомобиля. Ну, я думаю, не надо никому объяснять, что в 40-кратной разнице это все равно, что вы едете на велосипеде, а рядом с вас обгоняет мощная Тойота. Ну, понятно, что сравнивать нельзя. Но при этом кое-чего добиться методом упражнений. В первую очередь, если вы будете сложными такими методами заниматься самовоспитанием или образованием детей, как каллиграфия, заставляя их не просто копировать тексты, но и придумывать их, ну, писать маленькие рассказики красивые, то вы добьетесь существенного развития метаболизма мозга. Вот на картинке два, две картинки рядом сосудистая система мозга человека после смерти. На одной у нас с вами, это старая работа, извозчик, там, где сосудов поменьше, а там, где сосудов побольше, профессор математики одинакового возраста. Ну, понятно, что если пользоваться головой, то сосудов будет больше. Поэтому заставлять детей учиться, конечно, надо. Учиться и развивать их двигательно-моторную координацию нужно. И речь, в данном случае письменная, является колоссальным преимуществом, которое получают особенно сейчас в привилегированных школах. Ну, вот здесь есть примеры того, как пытаются компенсировать проблемы с образованием и с умением формировать свои мысли в разных странах. Есть специальные программы, каллиграфические, по обучению письму. Вот их представлены. Значит, даже для айфонов. То есть это популярная вещь. То есть до многих родителей и взрослых дошло, что, пользуясь тонкой манипуляцией, интегрируя в голове свои мысли, излагая их каллиграфически, можно добиться больших результатов. И в этом отношении, значит, она, это замечательный подход, это технология, выработанная тысячелетиями человеческого опыта. Она развивается в Китае. Есть специальные гимнастики. Здесь тоже это изложено. И воспитание своего хорошего каллиграфического почерка приводит к хорошим результатам. Обратите внимание, что прямые эксперименты, которые здесь приведены, показывают, что выработка хорошего почерка, умение ясно излагать мысли, что связано между собой, увеличивает на 30% результаты образовательного процесса. Но это плохой снижает, наоборот. То есть связь с этим откровенно есть. Центры мозга, которые задействованы для обучения каллиграфии, даже просто ручному письму тоже есть. И дают очень хороший результат. Что понимают во всем мире. Поэтому, заканчивая свой доклад, должен вам посоветовать, не бросайте авторучки, тем более сейчас появились одноразовые перелывы. Это всегда приятно, когда ваша мысль будет прочитана вашими потомками, которые вы изложили собственноручно. Удачи вам в воспитании ваших детей и самообразовании. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова